Библейский портал экзегет.ру представляет В Салиме, в Иудии, когда пленники вернулись, многие из них, по крайней мере, и восстанавливают жизнь, которая была до плена Вавилонского. И возникают новые проблемы. А точнее сказать, старые проблемы в новом обличии. Когда вроде бы и восстановили храм, возобновили богослужение, культ на месте, а жизнь-то она не по заветам. И в третьей части книги Исаии разбираются очень многие такие спорные вопросы. В 56-й, например, может ли иноплеменник и евнух, то есть кастрированный мужчина, войти в число народа Божьего? Вообще-то по закону Моисееву нет. А Исаия говорит, да, может, если искренне обратился к Богу и исполняет его волю. То есть дело не в формальных признаках, а дело в том, кто человек на самом деле. 57-я глава начинается с разборки еще одного сложного случая. Вот было бы хорошо, если бы, как книга притчи это обычно описывает, нечестивцы были наказаны при жизни, а праведники вознаграждены. Но мы по опыту знаем, что очень часто это не так. Абсолютно святые праведные люди умирают в раннем возрасте, а мерзавцы и негодяи живут иногда очень долго и наслаждаются жизнью. Как же это получается? Вот об этом размышляет пророк в 57-й главе. «Праведник умирает, но никому и на ум не придет. Верный уходит, но никто не поймет, что так праведник избавляется от зла. Мирен его исход, и на ложах своих найдут покой те, кто прямо ступал». Очень краткое высказывание, но смысл понятен. Человек умирает, и это плохо, и это трагедия, но для него это может быть благим исходом из злого мира. Для него это может быть избавлением от того, что в этом мире происходит. Это не то, чтобы развернутое учение о загробном воздаянии, его нет в Ветхом Завете. Но представление о том, что смерть человека — это не наивысшая трагедия, а земная жизнь — не наивысшая ценность сама по себе. «И на ложах своих найдут покой те, кто прямо ступал». То есть смерть может быть покоем. И вдруг обращение к тем, кто на праведника показывает пальцем, и говорит, «О, тоже мне, а ведь мы думали, он праведник. А вы подойдите-ка сюда, вы, дети колдуньи, порождение распутника и блудницы. Ну, колдовство и блуд, соответственно, два вида греха, которые обличались достаточно много везде в Ветхом Завете. «Над кем это вы глумитесь? На кого развиваете рот? Кого злословит ваш язык? Вы от преступления родились, в обмане были зачаты». Ну, то, что они сами по себе, это еще ладно. Вот кто-то, кого рожден, уж так получилось. А вот как они ведут себя при этом? Похоть вы распаляетесь под каждым дубом, под каждым ветвистым деревом. «Вы закалываете детей у ручьев или в расщелинных скал?» Очевидно, имеются в виду языческие обряды. Эпоха здесь может быть как участие в каких-то оргиях сексуальных, так и иносказательное обозначение вот таких вот языческих культов, когда поклонение идолам сравнивается с изменой супругу или супруге, потому что, в конечном счете, это измена единому Богу. «И закалываете детей у ручьев?» Ну, видимо, это история про то, что действительно иногда совершались детские жертвоприношения в языческих культах. Напрямую ли это так было? Неужели израильтяне, вот вроде бы мы как раз говорили в 56-й главе, что это уже миновала эта угроза многобожья, а здесь она в полный рост, может быть, это тоже немножко такое вот обращение к истории, которая была, к истории Израиля до плена, ну, просто потому что мы не видим ни в исторических, ни в пророческих книгах вот такого яркого обличения идолопоклонства после плена, какое мы видим до. Может быть, это история, которая была раньше, может быть, еще какое-то вот такое обличение даже не в адрес израильтяна, а окрестных народов, потому что, когда они вернулись, то довольно много в земле, в Ханаана, Палестина, Израиля было и жителей, переселенных туда еще, ассирийцами, да, или вавилонинами, которые были язычниками. Возможно, это обличение в их адрес, а, соответственно, праведник, который уходит, это некий израильтянин или даже собирательный образ израильского народа. То есть здесь мы вновь у Исаии не очень можем отделить общий образ народа от конкретной личности, которая воплощает в себе качества, которые должны быть у этого народа. Доля твоя камни над ней речном, они-то и есть твой жребий, им ты и возлияние совершаешь, им ты и жертвы приносишь. Что значит камни над ней речном? Ну, то есть что-то такое, что перекатывается потоком, что само по себе не ценно, и из чего и не построишь ничего, да, вот какие-то камешки. Понравится ли мне такое? Поставила ты ложе свое на высокой горе и забралась туда, чтобы жертву приносить. Возможно, даже указание на какое-то конкретное святилище на высоте. И вот про то, что там творится, идет речь дальше. Даже в доме своем, за дверями, понаставила ты идолов своих, а меня ты оставила. Вот снова обращение к этой женщине. Мы точно не знаем, кто это именно. Ясно, что некий собирательный образ, но либо израильтяне, либо язычники окрестные, либо вот что-то такое совместное, переходное. Зато расстелила ты постель, раскинулась широко, забралась туда, договорилась с теми, кто в постели тебе мил, чьей наготой ты любовалась. Ну, здесь не очень ясно, что именно сказано, но точно вот про каких-то любовников, которые к ней приходят, к этой самой неверной женщине. И вот ее идолопоклонство, это постоянная тема, сравнивается с блудом. Ходила ты с олевковым маслом к царю, в кавычках, ну, молох, божество, которое часто упоминается в Ветхом Завете, собственно, искаженная еврейская мелох, царь, то есть наименование божества царем, которое одновременно высмеяно через переогласовку, через изменение гласных, вот приносило самые такие вот обычные жертвы этому якобы царю. Ходила ты с олевковым маслом к царю, собирала себе притирания, вестников далеко посылала, пред шеолом унижалась. Шеол — мир мертвых, и, возможно, что здесь идет речь про поклонение каким-то духам этого самого подземного мира. Ну и заодно, конечно, сравнивается такое поведение вот с распутством, да, когда даются подарки разного рода мужчинам, которых она к себе созывает, эта распутница. «Уставала ты в дальней дороге, но надежд своих не теряла. Утоляла ты свои желания, поэтому устали не знала». Может быть, не утоляла ты свои желания, а рука твоя обретала силу, там, как и во многих местах пророческих книг, переводы могут быть разными. Ну, смысл понятен, да, то есть, когда человек или некое сообщество очень чего-то хочет, то вот прям все за это отдаст и без устали будет этим заниматься. «Кого же ты испугалась, забоялась, что меня ты обманула, забыла и сердце исторгла?» То есть, страх перед Богом — естественное состояние человека, который в Бога верит. «А кого испугалась ты, кто вытеснил своим страхом страх передо мной?» «Молчал я, притом долго, вот ты меня не боишься. Покажу я твою праведность и дела твои тебе не на пользу. Закричишь, да спасет ли тебя это сборище? Всех их разметает ветер, дуновение развеет». Ну, вот, понятно, что идет речь о суде, о том, что эти самые идолы окажутся в момент этого суда абсолютно бесполезными. «А кто надеется на меня, он оследует землю, гору мою святую получит. Скажут, стройте, готовьте дорогу, убирайте помехи с пути моего народа». Ну, вот, вновь появляется эта тема пути, дороги. Когда она была во второй части, мы, конечно, понимали, что это история исхода из Вавилона. Здесь вряд ли напрямую имеется в виду какой-то исход. Здесь, скорее, такое описание путешествия. То есть, жизнь народа как некое путешествие, и нужно убрать помехи, нужно приготовить дорогу. Значит, вот это все идолопоклонство, будь оно у израильтян, будь оно у кого-то соседнего, оно уже должно быть убрано, чтобы не было этих самых помех. «Ибо так говорит Вышний и Высокий, живущий вечно, чье имя свято. Я живу на священной высоте, но я с теми, чей дух сокрушен и смирен. Я даю жизнь смиренным, возрождаю сердца сокрушенных». То есть, все понятно, да? Есть два образа жизни. Вот эта самая блудница построила себе дом на высоте, и туда к себе всех созывает. Царей и красивых любовников. А есть люди, которые смиренные, сокрушенные, то есть, кто себя высоко не ставит, и Господь именно с ними. Хотя и они могут быть грешными. «Обвинение мое не навеки, гнев мой не навсегда. Никто предо мной не устоит, никто из сотворенных мной». Вот тоже постоянная у пророков тема, что наказание имеет свои пределы, и Израиль, верные Богу люди, не будут уничтожены, хотя могут пройти через вполне определенное наказание. «Я гневался и поражал его за грех корысти, во гневе скрывал свое лицо, а он повернулся и пошел прочь, куда повело его сердце». Да, вот лучше тогда бывает человеку все-таки обратиться к Богу, а может он пойти, куда сердце ведет. «Видел я его пути, но я исцелю его, поведу его и утешу, и плачущим о нем воздам по им словам». Или «плакавшим о нем вложу в устах волу». То есть, вновь и вновь вот эта тема, что не только судьба Израиля важна, но важна реакция на то, что происходит с Израилем со стороны окрестных народов. Или вообще говоря, вот глядя на страдающего праведника, как остальные себя ведут. Это определит во многом их дальнейшую судьбу. То есть, это все было на время. А дальше «Мир, мир дальним и ближним, говорит Господь, я исцелю. А нечестивца, что взволнованное море, не может оно успокоиться. Ил и грязь несут его воды. Нечестивым нет мира, говорит мой Бог». Вот наказание прошло. Да, начиная с 40-й главы, тоже постоянная тема. И дальше все будет хорошо. Дальше нужно выстраивать отношения народу с Богом, отдельным людям с Богом. А что делать, чтобы их выстроить? Вот эта основная тема третьей части книги Исаии, 58-я глава, будет особенно подробно рассказывать о том, а что означает быть сокрушенным и смиренным предлецом Бога. Субтитры подогнал «Симон»